Всем привет, с вами Бегалхилор и Хигаши, и мы начинаем прохождение новой игры, которая называется Ктулху, конечно же, это оно самое, оно замечательное, оно великолепное, новая игра. Ну, частный сыщик берем, конечно, я бы выбрал побольше, но, ладно, нельзя. Психлечебница Аркахема, 16 февраля 1922 года. Того, кем я являюсь, и того, кем я был всю свою жизнь. Все, что у меня было, теперь потеряно. Надежда, стремление, удовольствие, все это потеряло смысл. Теперь я хожу в тени между мирами, и именно здесь я, наконец, увидел краем глаза, что живет в самых темных закоулках мира. Он крую рисует. Повеситься, что ли, решил, друг. Мне надо вешать все. Думаю, я осведомленный, обмамутым людям, но я не успеваю читать. В настоящий момент игровые подсказки включены, значит, мне показать вам, может... Ладно, пускай будут включены, а дальше мы разберемся. Шесть с половиной лет назад. JPW Честно, точно эта игра? Мазачутят, с 6 сентября 1915 года. Это артефакты дождя на камне. Ну, может быть, так это и нужно, но вот видите, кругом. Надеюсь, тут что-то серьезное. Какого черта? Извини, Джек, что вызвали тебя. Этот парень будет говорить только с тобой. Его зовут Виктор Хольт. Я не знаю никакого Виктора. Он лидер этого странного культа. Сюда переехал пару месяцев назад. У него два десятка сторонников. От них по всему городу одни проблемы. Воруют. Роются в чужом мусоре. Постоянно торчат возле чужих домов. В полицию на них никто не заявлял. Они совсем чокнуты. Всех местных запугали. Но сегодня ночью мы просто шли мимо. Патрулировали, как обычно. И вдруг услышали из этого дома выстрелы. Выстрелы? Погоди. О выстрелах мне никто ничего не говорил. С кем мы имеем дело? Ну, только я, Николс и еще несколько мечков. Ну вот, просто замечательно. Веди, Роберт. Нужно посмотреть на эту твою банду психов. А оружие у меня есть. Хэй, Василий. Дай мне ружье. Привет. Не? Как тут взаимодействие у нас? Инвентарь С, действие С, инвентарь, действие С. Как дела, парень? Хорошо, сэр. А про вас правду рассказывают? Смотря что. Что вы кололи дела? Даже без единой улики? Конечно. Не стоит верить всему, что говорят. Да, изи. Ладно. У нас есть. Ага. Что с сентября, 1915 года, вечер. Похоже, я стал жертвой собственного успеха. После того, как я быстро раскрыл последние пять дел, в газетах меня стали называть местным героем. Но все дело в том, что я несколько раз подряд сделал удачные догадки, вот и все. Я просто еще один коп, который делает свою работу. Итак, у нас наличие беспокойства, соседи. Может там просто шайка подростков, которые решили пошалить в преломном свете. Чего сразу детектива вызывать? Что с сентября, 1915? Может мальчишки в форме совсем раскислив в такую погоду, решили поделиться своей радостью с местным героем? Это будет не первый розыгрыш, который мне устраивает после газетных заметок. Впрочем, загадывать не буду. По-моему, что-то тут нечисто. Я испытываю, как кое-что посильнее, чем просто плохое предчувствие. Трудно объяснить, и нам душе очень неспокойно. Возможно, я просто устал. Мои снижения положения не улучшают. Я даже вспомнить не могу, когда последний раз нормально спал ночью. Наверное, не меньше месяца назад. Как раз тогда, когда началась моя полоса удачных догадок. С недавних пор сны стали еще хуже. Я уже боюсь и глаза закрывать. Вначале помогала выпивка, но сейчас даже она не действует. Наверное, хронический недосып еще и на нервы влияет. Ну ладно, нервы нервами, а пора мне собираться. Вот так вот. Обычная полицейская машина. Да, то, что у нас действие икс, это, конечно, интересно. Парня, нужна моя помощь. Я останусь здесь. А можно поменять сейчас? Секундочку, пожалуйста. Секундочку. Секундочку. Так вот. Вот теперь будет. Теперь всё будет нормально. Надеюсь. Всё время мне задают вопросы, на которые я не в настроении отвечать. Джак, офицер Николс посвятит тебя в суть дела. Будь осторожен. Окей. Почему он так добр? Наверное, что-то не так. Привет. Рад, что ты участвуешь в этом цирке. Как обстановка, Генри? Мне всё это очень не нравится, Джак. Иди по аллее справа. Там в тени стоит Виктор Хольт. Он тебя ждёт. Хорошо. Ему можно доверять? Нет, но мы тебя прикроем. И лучше не делай резких движений. Они немного на взводе. Окей. Будь осторожен, сэр. Твою мать. Твою мать. Влезь! Влезь! Прямо! Звучит! Прямо! Него! Мир! Слышат хаганээп! что это что это за нафиг по мере того как я продвигаюсь в переводе пнакотических рукописей я все больше хочу связаться со своими едианскими хозяевами воистину эти создания для нас как боги их интеллект и знания превосходят наши настолько что разница не поддается никакому сравнению теперь я знаю какова значимость рода человеческого во вселенной мы обреченные на гибель примитивные существа появившиеся в результате побочного эффекта эксперимента древних то что такие несовершенные создания обладают таким коротким сроком жизни можно воспринимать лишь как благо ясненько нет никакого оружия к сожалению или к счастью как бегать ее просто извините пожалуйста что просто шрифт ясн но я конечно никогда здесь слишком темно чтобы сказать наверняка но запах гнили подсказывает что на этих полках хранились продукты странный это символ похоже на горящий глаз нужно изучить его поближе чудом сайвка что изображение какого-то неведомого существа закрыта переднюю дверь забаррикадировали столами и стульями не поддается что-то за звуки тут пиццы какие-то странные звуки правда наконец-то по-моему он меня узнал чего-то я тут не понимаю старый шкаф пустые упаковки от патронов из 3 его тела все в татуировках которые вырезали каким-то острым предметом видимо это было отравление тут все мертвы покончили с собой я не могу ее открыть дневник интересно будет почитать почему мне какой-то приход может помещение не очень что там с дневником двадцатого августа в 2015 года мы наблюдаем за ним уже два месяца по мере того подближается день контакта мои предчувствия становятся все сильнее вектор еще не рассказал о том как привести к нам мистер уолсоса уолтерса все что мне известно нас ждет успех 24 августа 1915 года сегодняшняя проповедь нас выдушевила вектор рассказал нам о том как великая раса проникает за границы времени чтобы появиться в его снах из всех разумных существ на земле и в океане мои всего лишь штуги более совершенных созданий могу лишь надеяться что моя вера возвысит меня когда наши хозяева пройдут через рота 29 августа 1915 года эксперименты в подвале забрали жизнь еще одного члена нашего ордена нужен доброволец и желающих очень много мы воинственно верно несем благословенную службу и его приход уже совсем близко 3 сентября 1915 года все приготовления завершены и план Виктора приведет в действие он скоро придет без сомнения теперь он уже должен подозревать о своей истинной природе или по крайней мере задаваться вопросами о природе своих даров что сентября 1915 года он пришел скоро все начнется он это мы ладно надо его обезвредить что он на нем вырезано не стреляй я без оружия блин черт он меня узнал и похоже он мертв по ключ может пригодиться чёрт он меня узнал и похоже смог бы рассказать о том что мы нашли ключ я не могу ее открыть буква с что за психи тут живут стены покрыты какими-то символами не поддается ходе всех убили закрыта может применить ключ не это не тот ключ открыто что не понимаю на всех этих фотографиях изображен я все они это ошибка почему они меня хотят видеть наверное это какое-нибудь старое дело которое я давно уже забыл какой-нибудь псих одержимый злобой думай думай не сходи с ума еще один ключ наверное он от двери в зале все эти фотографии вырезки там везде я ничего не понимаю огонь еще горит судя по датам на вырезках это шайка безумцев следила за мной уже несколько лет боже я детектив а понятия не имею в чем дело открыто жизнь конечно для психов они довольно грамотная похоже на глаз но остальное не прорисовано из этой части комнаты точно доносятся какие-то непонятные звуки но я слышу слышу сначала хочу подойти сюда похоже это чей-то личный кабинет похоже это чей-то личный кабинет как присесть и похоже это чей-то личный кабинет похоже это чей-то личный кабинет в ящике лежит древний манускрипт похоже нарисованный на нем символ относят эти книги очень старые большинство из них написано на страну от манускрипт похож на средневековую руку песня здесь утверждается что это перевод с классического греческого был переводом гораздо более древнего текста пришедшего из времен до возникновения человека страницы грязные выцвищающие а кое-где даже обгорели поэтому текст читать трудновато там где текст читаем повествуется о временах непрестанемо далекой древности здесь говорится о расах внечеловеческого понимания и войнах которые происходили вошли на промежутках времени и пространства если настолько невообразимы чужие вещи что начинаешь думать и безумие автора рукописи путешествия во времени летающие полипы проекции разума и великая раса и тианцев очтение мурашки по коже языка которые мне непонятны у меня нет времени книжки читать я детектив они книжный червь чёрт плохо дело краснется боли ну просто замечательно он мертв наверное на него упала балка и проломила череп чего это такое трупы много трупов здесь произошло что-то ужасное за все годы своей работы я такого еще не видел похоже здесь хранят химикаты и медицинское оборудование пипец чё это такое и по на мать легкие из него вынули все все органы органы вынули и стимулируют их с помощью ахири даже мозг они это внутри бедный чел этот тоннель может рухнуть в любой момент я понимаю что делать что это он слишком горячий по-видимому он используется в качестве источника энергии этих машин что это за нет электричество хиротин он подходит по форме к выемке наверху похоже здесь чего-то не хватает это что за чертовщина какой-то предмет не взял где-то он слишком горячий по-видимому он используется в качестве источника энергии этих машин вот чё твою мачу сделал что я его долбанул что похоже машина испытала перегрузку кристалл еще теплый пипец он подходит по форме к выемке наверху что-то сейчас будет я хрена узнает оба твою мать что мы сделали что это что это что это за существа были я читал книгу лавкрафта с рассказами там и зовут хуху был но не знаю что их вряд ли сюда в этом странном доме в бостоне это играл по именно этой книге или нет через но для меня все это случилось всего пять месяцев назад доктора сказали это амнезия причиной которой мог быть сильнейший эмоциональный стресс я помню что осматривал дальнюю часть библиотеки там кто-то кричал согласно полицейскому отчету они несколько часов обыскивали весь дом а потом нашли на полу мое распростершееся тело глаза и заговорил мои коллеги в ужасе от меня отшатнулись мой голос звучал очень странно а взгляд был совсем пуст меня поместили в сумасшедший дом в арк где мне поставили диагноз тяжелая форма шизофрении когда стало ясно что я не представляю угрозы ни себе ни окружающим меня выпустили из псих лечебницы я мало что помню из того чем занимался следующие шесть лет свидетельства которые мне удалось собрать указывают на то что я большую часть времени провел в путешествиях и за книгами во мне обнаружился фанатичный интерес к оккультным знаниям я с головой уходил в книги посвященные ведьмам и темным легендам некоторые из которых были написаны на неизвестных мне языках когда я пришел в себя это случилось пять месяцев назад ровно шесть лет с того момента как я вошел в тот дом в посты не тот моего второго я не осталось и следа я снова стал самим собой по крайней мере тем кем я себя считаю возвращение к нормальной жизни было довольно болезненным последние несколько ночей в моих снах преобладают какие-то неземные ландшафт и я стал бояться собственного отражения в зеркале сейчас я начинаю вспоминать какие-то моменты того дня шестилетней давности о которых никому не рассказывал жесть джек волтерс здравствуйте мистер волтерс меня зовут артур андерсон мне нужно найти одного человека я не занимаюсь такими делами вы получили мою посылку подождите что конкретно вы от меня хотите мистер андерсон это один из моих управляющих его зовут брайан брайан бернам хороший парень недавно он исчез из продуктового магазина фэс нэшн в инсмауте инсмаут никогда о нем не слышал это небольшой рыбацкий городок на побережье недалеко от аркхема нам нужно встретиться прежде чем вы уедете ну-ка подождите я еще не согласился взять эту раб какого черта я все равно тут весь день еще буду сидеть ну что ж на этом мы заканчиваем первую серию такую ознакомительную данный трон игры вот игра отличная мне очень понравилось сначала мне не играл это будет интересно и вам и мне надеюсь всем большое спасибо и пока пока